Добрый день, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на моем канале. Мы продолжаем играть в охоту. Охотиться продолжаем на благородного оленя. Как вы помните, в предыдущей серии нам не удалось добыть золото, поэтому в этой серии мы еще больше постараемся, чтобы нам добыть золото и выполнить квестовое задание. Я слышал, что благородный олень вот там вот в той части отзывался, поэтому мы потихонечку пойдем туда и попробуем его добыть. Будем надеяться, что там самец и хороший самец. Давайте возьмем сразу духи. Побрызгаемся. И у нас изменилось ружье. Предыдущей части у нас было 270-ка, сейчас у нас будет магнум. Не знаю, насколько он лучше будет, но вот заодно и проверим сейчас с вами. Где-то там внизу он откликался, сейчас будем искать его. Давайте, наверное, бинокль возьмем сразу. Возможно, он где-то здесь бродит. Ну, это будет прекрасно. Ну, у них здесь водопой, получается. Вот он. Легкая. Ну, давайте легкую попробуем. Идет он неплохо. Идет он неплохо. Идет он прямо на нас. Побежал. Куда ты бежишь? Стой. Квак, стой. Попали мы в шею. Шейный позвонок перебили. Давайте смотреть, что у нас по трофею получается. Добыли мы золото или нет. Ну, я думаю, что с четверкой навряд ли нам дадут золото. Сложность очень легкая была. Но, тем не менее. Давайте посмотрим. Рога маленькие у него. Дали нам бронза. Окей. Принимаем. Нас это, опять же, не устраивает. Не устраивает. Поэтому у нас есть еще одна зона потребности. Еще один водопой. Но по времени там мы уже не успеваем туда. Поэтому мы возвращаемся назад. Возвращаемся назад в наше логово. В наш опорный пункт. И сейчас промотаем время. Я думаю, где-то на пол... Давайте на пол седьмого. Я думаю, будет нормально. На пол седьмого мотаем. Так. И отправляемся в ту зону потребности, которую я вам показывал. Заходить мы будем вот с этой стороны сюда. Где-то вот здесь у нас будет засидка наша. Поэтому ставим туда точку. Ну и потихонечку пошли. Если нам что-то попадется по пути, я думаю, что мы будем реагировать. Есть у нас следы. Но я думаю, что скорее всего кабан. Сейчас посмотрим. Здесь кабана тоже довольно много. Да, кабан. За кабаном мы не пойдем. Так как у нас квест на благородного оленя. Поэтому идем на нашу метку. Ну, тут, видимо, стадо было кабанчиков. Да, вот и девочки тут есть. Две девочки, один мальчик. Возможно, их четыре. Здесь недалеко. У них тоже, у кабанов есть зона потребности. Поэтому, соответственно, и следы здесь есть. Так, косуля отозвылась. Не надо нам косуля. Ковыляем дальше. Подходим мы к нашему месту, к нашей засидке. Сейчас мы уже будем видеть. Вон, вдалеке мы видим уже озеро. Осталось надеяться на то, что у нас есть здесь благородники, есть самцы и есть самцы большого уровня. Давайте смотреть. К стадо я вижу есть. Есть у нас один благородник. Семерка. Ребят, семерочка есть у нас. Это просто, просто счастье. По времени сколько у нас получается здесь? Почти семь часов. И есть у нас семерочка. Есть у нас шанс получить с вами золото. Подойдем поближе. Так, дальномер у меня где-то был. Давайте глянем, сколько у нас... Какое расстояние? Ого, 300 метров. Это очень много. Это очень много. Поэтому надо подползать ближе. Потихонечку, помаленечку. Спешить некуда. Они еще там будут... А, там два даже мальчика, смотрите. Я его даже размотреть не могу. Ну, сейчас поближе подползем. Ну, с такого расстояния, навряд ли они меня услышат. 200 метров. Особо мы так уже, чтобы сильно не шумим. Стоит он не очень хорошо, конечно. Но ему, скорее всего, надо будет шею перебивать. Сердце он прикрыл. Сейчас посмотрим, а второй у нас мальчик. Что за мальчик? Так, ну, можно второго рассмотреть? Среднее. Это у нас девочки будут. Ну, вот этого надо мальчика валить. Есть один шанс у нас. Так, сколько сейчас расстояния? 200. Ну, вот уже что-то ближе к правде. Стрелять однозначно будем лежа, потому что... Кузьмич, как всегда, после вчерашнего. Руки трясутся. Ну, и расстояние довольно большое. У нас оружие магнум, и... Уже такой точности нету. Поэтому надо стараться как можно ближе подползти к животному. Ну, вот, меньше двухсотки. Уже что-то... Уже как-то. Перебить ему шею. Вот как сейчас он стоял, было бы классно. Что у нас по ветру? Немножко смещение идет. Немножко смещение, да? По полету пули. Получается, надо брать чуть-чуть... Чуть-чуть правее. И чуть-чуть... Чуть-чуть правее надо брать. Вот как он вот так вот стоит, это вообще просто идеально. Ах! Отдышись, Кузьмич. Отдышись. Спешить некуда. Поверни туда головку свою. Блин. Вот надо было выстрелить тогда. Тогда бы точно промазали. Ну, смотрим. Попали с первого раза. Да, перебили позвонок. Ну что, держим кулачки. Блин, пацаны. Сто процентов. Я думаю, что все хорошо. Семерочку вальнули. Шейник перебили ему. Добыча. Последовательность добычи у нас есть. Предыдущий тоже был самец. Животное умерло с первого раза, да? С первого выстрела. Ценность добычи, я тоже думаю, нормально. Потому что мы все-таки ему шею перебили. Поэтому все должно быть хорошо. Так, бегим, бегим. Возьмем на всякий случай с собой ружье. Вдруг на нас кто-нибудь нападет. Давайте смотреть, что у нас там получилось. Те дальше побежали. В принципе, можно будет потом дальше за стадом пройтись. Еще пострелять. Ну, пока... Блин, ну красавица. Какие рога шикарные, да? Вот вспомните даже эту пятерку, которую мы вальнули около дома. И у этого. Ну, это просто что-то с чем-то. Ну, смотрим. Золото, давайте. Перебили моему шею. Опять нам дали серебро. Да что ж там так не везет? Но этот, получается, поменьше самец, чем предыдущий. Тот был побольше семерочный. Там нам дали 234 опыта, по-моему. А здесь 206 всего лишь. Последовательность 20. В принципе, не так много времени прошло. Почему так мало дали за последовательность, не знаю. Но по весу он, смотрите, он мелкий. 210 килограмм всего лишь. И на этом я буду заканчивать, дорогие друзья. Я говорю спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok